Школьные годы чудесные, говорите? А вот и нет! Столько адской бесячей фигни происходит в жизни школьников, что порой волком выть хочется. Ты уже не совсем ребенок, рассчитываешь на свое личное пространство и желаешь сам принимать хоть какие-то решения. Но для родителей ты еще не взрослый, соответственно, не можешь позволить жить так, как хочется. Да еще и друзья порой такую течь исполняют, что просто на голову не натянешь. Короче, своих приколов со знаком минус хватает. Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня мы представляем топ-10 вещей, бесящих любого школьника. Десятое место. Ранние подъемы. По-моему, утро чудесное бывает только тогда, когда оно начинается днем, часов так в 11. Но такая роскошь доступна только по выходным и тем, кто учится во вторую смену. А так, будь добро оторвать задницу с мягкой постели в 7 утра. А еще бывает так, что вырубил будильник, повалялся дольше в кровати минут на 5, а мама сразу кипиш устраивает. Вот, ты уже опоздал в школу, давай живее, даже проснуться сам не можешь. Почему ты еще в кровати? Быстро просыпайся, ты опоздаешь в школу. Да блин, ты так торопишься, а эти возмущения только отвлекают. Ну подумаешь, даже если опоздаю, тоже мне трагедия века. Мамам вообще следовало бы успокоительное попить, что аж так нервничать по любой фигне. 9 место. Школа до последнего. Конец четверти или учебного года, все контроши уже написаны, все оценки стоят. Осталось каких-то пара дней до каникул. Нормальные люди под конец мая уже забыли, что такое школа. В эту пару там сидят только конченые ботаники, да сторож дяди Вати, работающий за чекушку. Естественно, ты интересуешься у предков, а можно ли тебе остаться дома и заняться более полезными делами, нежели решать судоку или чем там занимаются на матёше, когда все темы пройдены и делать нефиг. И тут начинается. Как это так? В школу не ходить, а уроки для кого придумали? И ты тянешься туда, как последний идиот, в свою родимую школу, пока твои друзья гуляют и рубятся в игры. А чё делать? Не будешь же ты из-за этого ссориться с родаками. Короче, отстой. Восьмое место. Не посмеялись над шуткой. В твоей компании что-то обсуждают, ты такой весь остроумный, вставляешь гениальную шутечку, а в ответ гробовая тишина. Знакомо? Уже этой ситуации может быть только её продолжение. Кто-то другой, типа главный комедиклапщик, повторяет слово в слово твою же хохму. И всё. Ор выше гор. Я вообще херею. Как так-то? Как так-то? Так-то как вообще? И объяснимая загадка природы, которая невероятно бесит. А главное, если начнёшь возмущаться, мол, это ж я первый сказал, а он повторил. А будешь выглядеть ещё более тупо. Ну серьёзно, делать разборки из-за прав на шутку так себе затея. Может всё дело в интонации, с которой ты пытаешься юморить. Как считаешь? Седьмое место. Старческие застолья. Сидишь спокойно в своей комнате, как вдруг заходит маман и начинается. Сыночка, к нам в гости приехал твой троюродный дядя Вася с тётей Светы. А ещё будет своя очница с Шурином. Иди скорее к нам, поздоровайся с родственниками. Ради такой компании ничего не вытек. Конечно, с удовольствием бросаешь все дела и весёлый садишься за стол, где ведутся какие-то унылые старческие беседы. Либо тупо хомячишь салаты и молчишь, либо пытаешься вставить слово, которое никого особо-то и не интересует. Сидишь, фейспалмишь и думаешь, насколько же интересная у людей жизнь, раз они собрались впервые за несколько лет и обсуждают болезни, тарифы на коммуналку, сады на бензин и параллельно выясняют, кто первее умер. Их или ваша соседка. Вот нафига тебя было звать в этот омут, спрашивается. Хотя лучше пусть игнорят, чем начнут задавать тупые вопросы в стиле «А есть ли у тебя девочка?» Или будут просить поставить им послушать свою музыку. Зваться вспомнил, прослезился. Такая же за господи. Шестое место. Молчанка друзей. Вот вроде дружишь с людьми уже давно и не должно быть между вами никаких секретов, но видишь свою компанию, которая бурно что-то обсуждает, а как только подошёл, так они даже и не собираются вводить тебя в курс дела, а на все вопросы-распросы отнекиваются, мол, ничего такого мы не обсуждали, да и вообще уже забыли, о чём говорили. Ну, было такое, да? И думаешь, то ли они тебе косточки перемывали, то ли не доверяют, то ли просто не хотят что-то обсуждать. В любом случае, обидно. Или я накручиваю. Пятое место. Родители считают несамостоятельным. Ты получил двойку, сам договорился с училкой на пересдачу, исправил, родоки не в курсе. У тебя из носа потекли сопли, сам сгонял в аптеку, купил лекарства, родоки опять не в курсе. Или, например, ты после школы листовки раздаёшь, пока старики на работе, и копишь себя на то, о чём давно мечтал. Такую чуку проблем ты решаешь сам, о которых мама с папой даже не догадываются. Зачем им лишнее переживание? Ну, логично. Это прекрасно до тех пор, пока в разговоре не проскальзывает то, что ты не самостоятельный. И всё из-за одного косяка. Забыл помыть посуду, не убрал вещи в шкаф или, не дай бог, не пропылесосил в комнате. А ведь тебя попросили ещё час назад. Ну да, высшее проявление несамостоятельности. Лично меня всегда бесили подобные обвинения, хотя со временем понимаешь, что таким образом родители тебя просто дрессировали, чтобы в будущем, если что, надеялся только на себя любимого. Четвёртое место. Твоя комната. Проходной двор. Вот по-хорошему просишь семейство не вламываться. Объясняю, что это твоя территория. Ты хочешь побыть в одиночестве, остаться наедине с мыслями, заняться важными делами, в конце концов. Не трогайте это! Но они не понимают. И дело даже не в том, что родаки могут в чём-то тебя подозревать. Им тупо пофиг на личное пространство сына. СЫНА! СЫНА! И так постоянно, сколько ты им не говори. Как с этим бороться, я не знаю. Не станешь же ты замки вешать в самом-то деле. А прикинь, насколько хреново тем, у кого вообще нет своей комнаты, или она реально проходная. Жесть, я бы не выдержал постоянные танцы с бубнами у тебя над головой. Третье место. Одноклассник как пример. Да, наверное, в каждом классе есть такой противный ботаник, который вечно всё зубрит, получает свои сраные пятёрки, но при этом нормально общаться не умеет. И друзей у него толком нет. У тебя есть такое? Ну так вот, все родители и учителя обожают этого Сашеньку, Петеньку, Васеньку, и ставят его в пример. Вот у него пятёрочки, он вырастет и станет успешным и богатым, а ты со своими тройками будешь дворы мести. И при том, не важно, что ты хорошист, родаки могут начать, да и начинают бузить из-за одной корявой оценки. А когда ещё и вспоминают отличника Сашеньку, или как его там, то начинаешь ненавидеть этого ботана ещё больше. Кстати, мои самые успешные и богатые знакомые в школе были середнячками, а никак не книжными задротами. Но это если не считать успешным одноклассника, который с седьмого класса на учёте в детской комнате милиции стоял. Второе место. Недоверие родителей. Если ты отхватил от матери или ботянина гонять за дело, это обидно. Но хотя бы понимаешь, что справедливо. Но когда ты реально не виноват, а тебе не верят, паршиво вдвойне. Поставила, например, училка-двойку в этот дебильный электронный журнал по ошибке. Ну бывает, перепутала с кем-то. Не туда посмотрела, не туда ткнула. Да мало ли что. Ты объясняешь это своей семье, а они ни в какую. И ты такой думаешь, блин, да какого лешего? Мне что, лоб нужно расшибить, чтобы вы поверили? После такого отношения вообще не хочется правду говорить. Всё равно же не поверят. Какой смысл жопу рвать? Вот так и теряют родители доверие своих детей. Почему-то чужую версию они нередко принимают охотнее, нежели твою. Хотя здесь надо подумать, а не давал ли ты поводов, чтобы семья тебе не доверяла? И первое место. Самое утверждение за твой счёт. Это самое обидное. Если в компании какие-то недоразумения, это ещё можно стерпеть. А когда твой, лично твой друг, начинает жёстко стебаться, тогда капец просто. Общаешься с кентом, всё у вас вроде нормально, но стоит только попасть в какую-то новую компанию. А бывает и в старую, как тут же кореш якобы невзначай, припоминает какие-то твои косяки и фейлы, выставляя себя на твоём фоне крутым перцем. Ну или они тупо вместе начинают ржать над тобой. Типа ты тут самый крайний. А уж если девчонки есть в этой компании, то он обязательно расскажет, как ты обоссался во втором классе у доски на уроке музыки, или как тебя родаки застукали за просмотром клубнички. Да и сами девчонки-подружки в компании пацанов начинают друг друга засирать, только чтобы на себя обратить внимание. А потом ещё удивляются, чего это говорят, мол, женской дружбы не существует. Противные расклады, скажи. Да. А с какими из этих ситуаций тебе приходилось сталкиваться в жизни? Может, мы не рассказали какой-то о невероятно бесящей шняге? Пиши потом в комментариях, и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на пабли ВКонтакте подписывайся, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим различные опросы и орём над угарными мемчиками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok